для того чтобы это разрушать магнифер и коллиматорный прицел от нордхэк и возьмем леший и добьем ее шлем уничтожили просто насквозь булпап с колбой с передним взводом все это просто пневматика винтовка редукторная идет у нас под валанчики 2 и 2 грамма gsb то есть что такой магнифер поролом подшерстки какие-то привет друзья с вами канал охотника нет давно у нас не выходило никаких видеороликов сегодня в эту отличную погоду мы решили все-таки выехать пострелять формат ролика какой у нас будет я расскажу чуть позже чале покажу еще вам будем стрелять это новинка от оружейной русской оружейной компании которую мы уже представляли это егерь булпап с колбой с передним взводом установлен загонник от маркул 1х10х24 и композитная колба самая большая 07 вот потом у нас из новинок соответственно на этот леший установлен магнифер и коллиматорный прицел от нордхек ронин то есть магнифер у нас соответственно трехкратный и открытый коллиматор композитная колба 035 егерь булпап с передним взводом композитная колба 06 только ствол 470 и чоковый соответственно винтовка редукторная идет у нас под валанчики 2 и 2 грамма gsb ну и с оптическим прицелом маркул 3 18 на 50 съездили к бабуле в деревню набрали всякого старого и не очень для того чтобы это разрушать стрелять и так далее и кстати говоря заказали на алиэкспрессе вот такую каску класса nj3a pr2 попробуем пострелять по ней из пневматики посмотрим что выйдет хоть у нас магазине тоже есть различные каски только немножко другого усиленного класса весит каска порядка полутора килограмм такая легкая но при этом должна что-то выдержать у нас стоит сейчас старая клавиатура будем стрелять из егеря ну и погнали возьмем леший и добьем ее немножечко осыпались клавиши все клавиатура до свидания мусор кстати ребята нужно за собой убирать мы обязательно уберем лишь и 2 коллиматорный прицел и магнитет ронин расскажу вам немножко о егере был пап с колбой с передним взводом повторюсь это новинка от русской оружейной компании последнюю модель которая не выпустили у нас она в роликах уже было как я ранее говорил особенность этой винтовки в том что можно стрелять соответственно не отрываясь от оптики таким вот образом вот здесь стоит полигональный ствол альфа пресижен 550 на редукторной версии этой винтовки стоит 470 ствол с чоком но насколько я помню скоро будут ставить 470 без чока на прямотоке винтовка работает соответственно с тяжелыми полнотелыми пулями там вплоть до четырех до четырех с половиной грамм ну скажем так все таки 4 потому что 4 показывает наиболее стабильные результаты по кучности по энергии и соответственно по количеству выстрелов вот из особенностей здесь установлена 07 композитная колба она позволяет увеличить количество выстрелов ну если не вдвое то около того то есть в штате на алюминии получается порядка от 16 до 20 выстрелов в коридоре 5 метров в секунду а на 07 колбы получается 26-31 в зависимости от настройки скорости выбранного боеприпаса на редукторную винтовку колбу 07 тоже можно поставить но она будет уходить соответственно за дульный срез точнее не за дульный срез а за корпус модератора это будет не очень красиво вот и особого смысла нет то есть 06 колба позволяет сделать порядка десяти магазинов при максимальных настройках редуктора это порядка 80 выстрелов заправки естественно валанчиками 2 2 грамма то есть объясню как работает редуктор у нас настроен на 140 атмосфер и все что выше 140 вплоть до 140 выдают одинаковую энергию выстрела то есть мы неважно у нас в резервуаре 200 250 или там 170 у нас все равно пуля полетит заданной энергией и соответственно все выстрелы будут стабильны с прямо током немножко по-другому про настройку прямо тока я уже рассказывал что ты более трудоемкий процесс и винтовка позволяет соответственно использоваться для скажем так более тяжелых задач и для в том числе и охота естественно вот ложе выполнено из ореха бывает как вы видите в разных оттенках с разной текстурой дерева вот магазин здесь абсолютно одинаковые то есть производитель унифицирует эти винтовки мне в этом плане это нравится у нас там стоит алюминиевый толстый 9 старый player выстрелим начале у него из егеря и пойдем добьем его из лешего три выстрела егерь и весь магазин из лешего но крепкий оказался хотя егерь его прошил соответственно вот пуля лешего 3 2 и 4 4 грамма егерь насквозь 9 плеер отправляется места не столь отдаленные поехали дальше теперь ставим каску делаем то же самое один пакетик с пулями а у меня в кармане мы установили сейчас шлем но вначале я вам расскажу об особенностях лешего в таком исполнении вот как я и говорил ранее пуля 32 грамма здесь стоит соответственно коллиматорный прицел с магнифером то есть что такое магнифер у нас есть коллиматор вот мы таким образом пользуемся им как коллиматором то есть у нас здесь идет регулировка толщины точки яркости точки плюс это увеличение минус это уменьшение выключения вот и мы без всякой кратности то есть как вот оно есть соответственно стреляем с этим коллиматором быстрое прицеливание за счет достаточно большого диаметра экрана объектива мы можем быстро захватить цель и можем быстро произвести выстрел в чем прикол магнифера устанавливаем у нас сразу трехкратное увеличение мы видим ту же красную точку магнифер отдельно пристреливать не надо хотя вот здесь видите нет некие поправки но это на самом деле не поправки то есть мы можем поднять точку выше можем ее сместить вправо влево кому как удобно вот и такая штука очень удобная то есть мы можем быстро стрелять если нам нужно какое-либо увеличение то есть три крата три крата вообще спокойно позволяет работать по мишеням на достаточно дальние дистанции просто защелкиваем его в бок и делаем все то же самое по той же точке которая горит на коллиматоре то есть это по сути грубо говоря лупа не знаю оптический прицел который мы ставим перед коллиматором но штука очень удобная и самое главное можно пользоваться и так и так коллиматорные прицелы от nordhack ronin обладают высоким качеством и достаточно хорошей ценой я бы сказал то есть они там стоят в пределах 15 тысяч рублей как и магнифер там около того и выдерживают достаточно большие большую ударной стойкости у них есть для соответственно огнестрельного оружия то есть это не только для пневматики но именно с лешим как вы думаете мне кажется что очень стильно удобно и именно в концепции этой компактной винтовки это все очень хорошо гармонирует сейчас выстрелим по каске вначале из егеря 4 граммовый пулей выбрали самое крепкое место то есть затылок затылочную часть и попробуем по ней три выстрела ей оказалось достаточно что самое смешное и погнали ее дофига чем с лешего как мы видим покупки с алиэкспресса до добра не доводят ну отверстия сквозные я не знаю видно или нет но шлем уничтожили просто насквозь смотрите ничего не осталось и это просто пневматика это просто самая обычная пневматика там даже что-то вылетела какой-то поролом подшерстки какие-то все абсолютно одинаковое только мы видим что у егеря отверстия поменьше вот не заказывайте шлемы на алиэкспрессе если дорожите своей безопасностью такие пневматические винтовки как леший и егерь только в охотника нет алиэкспресса алиэкспресса